Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Увидеть свою душу, понять, в чём она проявляется и как устроена – важная задача в деле нашего спасения. Слово «душа» для современного человека становится всё менее понятным. Возможно, такое определение, как внутренний мир, для многих будет ближе и яснее. О внутреннем мире человека и его свойствах мы сегодня поговорим с кандидатом богословия, кандидатом биологических наук, преподавателем биоэтики Санкт-Петербургской Духовной Академии, протеереем Константином Константиновым. Здравствуйте, отец Константин! Здравствуйте, Катя! Что же такое внутренний мир и как это явление соотносится с представлениями о душе? Одно из представлений души, собственно, и является такое, как… Душа – это внутренний мир. Получается, немножко замкнутый круг, да? Но всё-таки раскроем, может, более полно понятие «внутренний мир». Внутренний мир – это комплекс или совокупность, ну или попросту сумма наших субъективных феноменов. Сразу, конечно, вопрос. А что такое субъективные феномены? А что это за субъективные явления? Вот. Это очень просто. Ещё несколько веков назад святые отцы, описывая душу, вот, как бы выделяли три силы, или, говоря современным языком, мы можем выделить три категории субъективных феноменов. Это восприятие, то есть способность чувствовать, да? Это мыслительная деятельность, рассудочная, то есть, говоря современным языком, способность к анализу, к размышлению, к прогнозированию какому-то. И, наконец, так называемое событие волевой сферы. Это способность ставить цели, принимать решения, способность достигать поставленных целей. Вот, собственно, три группы субъективных феноменов. Почему к ним столь пристальное внимание? Несмотря на такое простое перечисление, здесь есть очень загадочные моменты, которые, кстати, не случайно. Современная наука, в частности нейрофизиологии, когнитивная нейробиология, столь пристально вглядывается в эти субъективные феномены. Ну, например, возьмем самое простейшее – восприятие. Вот, например, человек смотрит на какой-то цвет и видит, да? Вот, говорит, что я вижу красное, например, красный цвет. Вот загадка в том, а что это вот такое вот это красное? Поразительно, и, может быть, многих это удивит, но никто не способен дать определение тому, что такое красное. Ну, человек физически образованно скажет, ну, как же, известно, это длина волны, там, электромагнитного кванта вот такой-то вот, и назовет точную цифру. Я для красного не помню, но помню для зеленого, 550 нанометров. Вот, и когда, значит, этот квант попадает на сетчатку глаза, там возникает импульсация, эта импульсация бежит в мозг, там возникают какие-то процессы, и вот в результате я вижу этот цвет. Ну, либо красный, либо зеленый. Но поразительно заключается загадочность этого явления в том, что все эти описанные процессы физиологические цветности не имеют вообще. Вот понимаете, это удивительно, что электромагнитный квант, он не цветной. Вообще он не цветной. К нему непроложимое понятие от цвета, да? Процессы, происходясь на сетчатке, они к цвету не имеют никакого отношения. То есть возбуждение нервных клеток, которые передаются в последующие мозговые структуры, и достигая вот зрительных областей мозга, они к цвету тоже не имеют никакого отношения. Это просто возбуждение клеток. И когда нейроны возбуждаются со соответствующей области мозга, вот человек говорит, что да, я вижу вот цвет. Например, там красный или зеленый. Вы себе на вопрос, а что такое зеленое? Если вот на всем этом тракте событий, так сказать, ничего зеленого не было, вообще не было. А заметьте, мы рассматривали только элементарное, элементарное субъективное событие, да? Просто элементарное восприятие. Ну, у нас разговор все-таки лимитирован по времени, поэтому я сразу, мы можем обобщить некоторые свойства вот этих субъективных феноменов и подчеркнуть загадочность. Ну, вот одно из первых свойств. Они невыразимы. Ну, вот на примере зеленого, так сказать, мне кажется, нам удалось это показать. Вот никто не способен сказать, что такое зеленое. Нет определения зеленому. Что это такое, неизвестно. То есть невыразимы, неизмеряемы, недоказуемы. Почему недоказуемы? Попробуйте мне доказать, например, что у вас есть сознание или вообще какие-то переживания. Я могу об этом догадаться по каким-то внешним реакциям, но на самом деле они для меня загадка. Ну, и самое, пожалуй, главное для всех субъективных феноменов, то, что они всегда происходят от первого лица. Вот это удивительное свойство всех субъективных феноменов, а значит, всего нашего внутреннего мира, происходить от первого лица, как бы ставит его в ранг совершенно необычных явлений. Явлений, как бы, не от мира сего. Или, попросту говоря, не физических. Ибо в физическом тварном мире просто нет ничего подобного тому, что мы могли бы обозначить словом «я» или «личность». Понимаете? То есть, несмотря на всю простоту вот этого феномена, внутренний мир, это комплекс моих ощущений, желаний, мыслей, принятия решений, влевых усилий, он загадочен. И самый корень этой загадки в том, что он сводится к явлению под названием «я» или «личность». Заметьте, ведь чувства никогда не абстрактны. Это «я» чувствую. Желание никогда не абстрактны. Это «я» желаю. Ну, то же самое касается влевых решений. Возникает здесь тогда самый интересный, коренной, интригующий вопрос. А что такое «я»? И как оно, собственно, уберется в человеке? Многие философы на сегодняшний день признают, что это одна из самых загадочных тем. Решений на сегодняшний день нет. Хотя, на мой взгляд, в богословии эта тема давно освящена. Многие святые отцы подчеркивали, ну, прямо преподобный Иоанн Дамаскин, что душа от Бога, конечно же. Творец души, Господь, вот. Она не принадлежит физическому миру. И в этой связи, и обладает всеми теми загадочными свойствами, которые мы сейчас перечислили. Хорошо. А как связан наш внутренний мир с деятельностью мозга? Какой интересный момент. Если бы мы просто бы сказали, что весь наш внутренний мир нефизичен, ну, сказали и сказали, да, развернулись и пошли. И как бы и нет проблем. Ну, хорошо, поверили, что он нефизичен. Но странность заключается в том, что, тем не менее, несмотря на всю свою нефизичность, он зависит от физических процессов, происходящих в мозгу. Вот мы уже сказали, что, несмотря на всю загадочность простейших моментов восприятия, например, цвета, да, самому ощущению предшествуют совершенно конкретные физиологические процессы. Хотя вот здесь требуется оговорка. Мы говорим «предшествуют», но это не точно. Физиологи аккуратно говорят «коррелируют». То есть с ощущением цвета коррелируют возбуждение определенных нервных клеток. Сам процесс возбуждения – процесс совершенно физиологичный. Его можно померить. Но в том-то загадка состоит, что, а каким образом вот эта физиология или физика соотносится с моим субъективным ощущением? Ну, коль скоро задан вопрос, как зависит от деятельности мозга, ну, первый ответ. Во-первых, да, зависит. Несмотря на всю загадочность и нефизичность всех моих субъективных реакций, они зависят от деятельности моего мозга. И вот здесь можно упомянуть два важнейших момента, хотя, конечно, физиологи, говоря, перечисляют больше моментов. Но вот главное, пожалуй, первое – это способность нервных клеток вот к этой возбудимости. Почему-то без этой возбудимости субъективных реакций не происходит. Это непонятно, необъяснимо, но это факт. Это первый момент, да, то есть нервные клетки способны к возбуждению, и в силу этого момента вот и возникает у нас субъективная реакция. Хотя, подчеркнем, еще раз, совершенно непонятно как. Ибо сами субъективные реакции нефизичны. И второй важнейший момент. Важно не просто возбуждение какой-то одной нервной клетки. Важно как бы совозбуждение многих нервных клеток. Вот физиологи говорят о так называемой нейросети. То есть возникает определенная система этих синхронизированных взаимосвязанных возбуждений. И вот если как бы картина вот этого синхронизированного возбуждения соответствует... А вот чему соответствует? Никто до сих пор ответить не может. Соответствует каким-то определенным картинам. Тогда возникает субъективное ощущение. И человек говорит, да, вот у меня есть сознание. Что здесь хочется подчеркнуть? Само все возбуждение даже очень многих нервных клеток еще не гарантирует, как бы наличие сознания или какого-либо того или иного субъективного феномена. Ну, например, вот страшные такие заболевания, как эпилепсия. Визиологи и медики наблюдают как раз синхронное возбуждение очень многих нервных клеток. Вот в этот момент и в момент этого приступа человек, как мы знаем, теряет сознание. То есть клетки возбуждаются, а как бы внутренний мир выключается на этот момент. То есть дело, значит, не только в возбуждении нервных клеток, а в каком-то очень сложном, почас загадочном, интересном, наверное, рисунке этого возбуждения. Но вот это и есть предмет современной нейрофизиологии. Здесь пытаются найти какие-то закономерности, понять какие-то основопогладающие принципы. Но хочется подчеркнуть, вот загадочный субъективный феноменов не устраняется, даже в том случае, если мы укажем вот эти четкие физиологические законы. Ибо еще раз подчеркнем, никто на сегодняшний день не способен указать переход от физических процессов вот к этим внутренним субъективным реакциям. Материн Константин, а как разрешить парадокс зависимости нашего внутреннего мира от деятельности мозга и его бессмертия? Безусловно, для людей, которые, ну, исповедуют, скажем так, физикалистский подход к природе внутреннего мира, здесь проблемы нет никакой. Ну, в каком смысле никакой нет проблем? В том случае, в том смысле, что если нарушается деятельность мозга, если мозг разрушается, значит и психика, то есть внутренний мир или душа по этим представлениям исчезают. Ну, и, собственно, нет никаких проблем. Мы же исповедуем совершенно другую концепцию, так можно сказать. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что внутренний мир человека, он бессмертен. Ну, как же это увязать вот с деятельностью мозга? А это тайна. И мы, не стесняясь, об этом говорим, да, это тайна. И думается, что до конца она неразрешима, эта тайна. Смотрите, ну, мы в самом начале нашего разговора указали, что все-таки внутренний мир принадлежит к области нефизического. И хочется подчеркнуть, это не какая-то иная физика. Это, в принципе, нефизическое явление. И уже здесь виден прецедент того, что нефизичное, значит, может быть, не совсем подвергается физическим законам. Ну, мы так мягко говорим. Конечно же, можно сказать, более жестко. Вообще не детерминировано физическими законами. Хотя в каком-то мере и зависит от деятельности мозга. То есть, как бы, прецедент бессмертия, в принципе, уже вытекает из того, что наш внутренний мир нефизичен. Но, безусловно, это не является, как бы, доказательством того, что наш внутренний мир бессмертен. Все-таки, на мой взгляд, это остается и будет остаться предметом веры. Хотя, конечно, предпринимаются, в том числе, и богословские попытки доказать бессмертие на нашей душе. Но мне думается, что это до конца останется предметом веры. Но, если попробовать все-таки ответить на вопрос, а как? Вот как? Ну, сам простой ответ, а Господь так благословил. Ну, если более конкретно. Не исключено, что вот в том дыхании Божьем, которое Господь сообщил всей человеческой природе, а, кстати, что такое дыхание Божие? Это вот такой особый вид нетварной божественной энергии или благодати, которую Господь сообщает человеку. Которую, еще раз подчеркнем, ее не померить линейкой, ее не померить никакими физическими приборами. Это не физическое явление, нетварной божественной энергии. Вот они сообщены человеку. И, возможно, именно этими энергиями и сохраняется душа человека или наш внутренний мир. И еще здесь отметим очень важный момент. Сохраняется в вечности наш внутренний мир. Но ведь весь комплекс моих, или вся совокупность моих субъективных феноменов формируется мной. Я свободен и могу ими управлять, могу их формировать. И вот то, что я сам сформирую, получается, то вечность уйдет, то вечность и останется. Отсюда вытекает колоссальная ответственность человека за свой внутренний мир, то есть за свою душу. Спасибо, отец Константин, за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что помогли нам разобраться, в чем заключается зависимость нашего внутреннего мира от деятельности мозга. Спасибо вам. Благодарю за внимание. Дорогие телезрители, глазами увидеть душу нельзя. Это можно сделать только умом. Для этого необходимо обратить внимание на наш собственный внутренний мир. Но для спасения души необходимо еще постоянно приучиться давать нравственную оценку своим поступкам. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok